И я приглашаю сюда послушать уже вас, как используете вы BIM. И первый наш докладчик – это BIM-эксперт Арсентий Сидоров. Арсентий, спасибо большое, что к нам присоединился. Пожалуйста. Добрый день. И сегодня хотел поделиться своими мыслями о теории и о практике, рассказать, какие результаты достигаются сейчас в строительной отрасли с использованием технологий информационного моделирования. Сначала расскажу, а потом готов ответить на ваши вопросы по практической части. Много уже было сказано по поводу того, что BIM интегрируется со всеми процессами, происходящими при реализации инвестиционно-строительных проектов. Мы говорим о том, что BIM уже сейчас внедрён в многих проектных бюро. То есть о том, что проектирование давно уже использует трёхмерные концепции, трёхмерные модели для своих потребностей. Мы говорим о том, что сейчас планирование строительных процессов уже на том этапе, когда им интересно использовать данную технологию. Это ускоряет процесс, повышает качество, точность выполнения работ. И уже формируется понимание у людей, у всех специалистов в строительной отрасли, что строительство тоже тот сегмент процесса, проекта, где можно применить данную технологию. Теория интересна, но перейдем лучше к практике. Я убрал. Плюсы использования BIM-технологии. Первые два плюса, которые я обозначил здесь, это плюсы, которые получает инвестор, акционер любого проекта. Это защита его инвестиций, прозрачность проекта. Это человек, который владеет материальными ресурсами в виде денег, инвестирует их в проект и хочет всегда видеть ситуацию, которая происходит на любой стадии проекта, прозрачно. Видеть любые ошибки, отклонения от темпов, от сроков реализации проекта своего. Работа всех участников в онлайне. Благодаря технологии BIM все-таки мы говорим, что участники постепенно присоединяются к информационной модели, заводят туда свою информацию, но они находятся на острее получения новой информации. Они не являются людьми, которые получают недостоверную, неточную вчерашнюю информацию. Они видят информацию сегодняшнего дня и оперируют данными, актуальными для всех участников проекта. Планирование стройки, как я уже сказал, это уникальный инструмент. Сметчики – это то звено, которое сейчас находится в каком-то каменном веке. Работают с плоскими носителями информации, чертежи, иногда электронная версия AutoCAD, AutoRevit, но в основном они работают с чертежами в формате PDF. Никогда проектировщик не захочет отдать полностью свою интеллектуальную собственность плановикам, сметчикам в том формате, в котором он ее разрабатывал. И зачастую видишь ситуацию, что сметчик может работать с чертежами, распечатанными на бумаге, с линейкой, с калькулятором, либо с таблицей Excel, которую сам заводит. Постепенно вводят данные ширина, высота, стеночки, проем, если он существует, и потом это все перемножают и выводят какую-то общую смету. Пример. План, не план, а возьмем просто проект офисного здания. Необходимо было пересчитать количество дверей, которые нужно заказать в межкомнатных. Сам архитектор сидел, трижды пересчитывал в ручном режиме, зачеркивая их на чертежах. Но это банально и смешно. И всегда получался разный результат. Программа никогда такого не позволит дважды дать раздельный результат. Отличный друг от другого. Удобный инструмент контроля стройки, о чем я говорю сейчас. Это мониторинг. Мониторинг не с точки зрения качества выполнения работ. Мониторинг с точки зрения процессов, выходящих по плановому графику календарного планирования. Это мониторинг успешности и эффективности работы подрядных организаций. Наши строительные проекты сейчас настолько сложны, что на объектах присутствует много субподрядных организаций. Даже сам генподрядчик иногда зачастую не может уследить о том, находится ли он в сроках. И у него нет возможности правильно среагировать на отставание того или иного подрядчика. Это большое преимущество. На этом слайде нет той информации, которая должна была быть. Это эксплуатация. Задумайтесь сами. Любой строительный инвестиционный проект. Стоимость этого проекта или стоимость жизненного цикла такого проекта – это порядка 30 лет, предположим. Строительство – это 40% стоимости от всех денег, которые необходимо потратить на весь жизненный цикл здания. 60% стоимости, которая потребуется в жизненном цикле – это эксплуатация. Тот сегмент, куда тоже обращена BIM-модель, BIM-стандарт, BIM-технологии, BIM-подход. Но про нее не хочется говорить, потому что сейчас мы не готовы до конца понять те плюсы, увидеть те преимущества, которые мы сейчас получим сначала на первых этапах, которые были озвучены мной здесь ранее. Про проектирование. Про проектирование можно говорить много. Но спасибо хочется сказать Автодеску. Его продукт очень качественен, адаптирован под проектировщиков. Он позволяет работать командно на удалении в одном проектном бюро. Люди действительно получают объективную информацию по синхронизации своих частей проекта. Это, кстати говоря, программа построена таким образом, что она дает возможность дружелюбно общаться в компании. И плюс еще большой для проектных бюро – это то, что отсутствует бумажный документоборот. А передача заданий на бумаге. Экономим деньги даже на этом. Про проектирование хочется сказать также, что это первая боевая единица, которая начинает использовать этот концепт информационного моделирования. Но требуются большие инвестиции, с одной стороны, в программное обеспечение, потому что это все-таки, скажем так, дорогой продукт. Кстати, к Автодеску надо задать вопрос. Раз российские наши ученые разработали Ревит, почему бы не сделать скидку? Второе – это машины, компьютерная техника. Но, проектировщики, господа, на самом деле самая большая статья расходов – это не программа, это не компьютеры, это заработная плата сотрудников. Мы говорим о том, что если информационное моделирование войдет в ваш дом, то первый момент – у вас повысится качество ваших сотрудников, количество проектов, которые вы будете выпускать в те же сроки, может быть увеличено, либо вы сократите сроки проектирования. На данном слайде я показал, что сроки проектирования немного снизились. С точки зрения, насколько сократится технология использования BIM, нельзя точно сказать, но хотел бы отметить, что меняется подход к проектированию. Мы говорим о том, что стадия P, которую мы разработываем для экспертизы в старом понимании, это процентов 60 времени, который затрачивает проектировщик на разработку всего комплекта проектной документации. При информационном моделировании, при переходе на трехмерку, ваши сроки по наполнению, по созданию модели, а чтобы потом создать оттуда плоские чертежи для экспертизы, оно удлинится. Потому что необходимо проработать узлы, продумать концепции, решения. Но мы говорим о том, что срок выдачи рабочей документации у вас сократится значительно. И происходит пересмотр двухстадийного проектирования в одностадийное. То есть практически проектировщики переходят на разработку сразу рабочей документации стадии РД. Планирование. Так, интересно. Да, планирование. Извините, пожалуйста. Календарное планирование. На какой-то стадии технический заказчик должен получить проектную документацию. Необходимо подготовить пост, подготовить календарный график реализации проекта. И начинается работа в программах, которые для этого приспособлены. Предположим, МС-Прожект, Примавера, Спайдер, все что угодно. Количество позиций для любого инвестиционно-строительного процесса, но это больше тысячи как минимум. Практика. Офисное здание только по отделке может достигать 4 тысяч позиций. Если это комплексная застройка территории, это десятки тысяч позиций по строительству. Если плановик делает такой график, он никогда не увидит ошибки своего планирования. Вроде бы у него есть задача поставить связи на все задачи, которые он там планирует отразить. Но это просто информация, это поток информации в виде строчек. Что дает нам информационное моделирование? Это привязка физических объемов к задачам, это визуализация всех процессов, нахождение пространственных временных коллизий, которые человек при планировании в текстовом редакторе просто не мог увидеть. Второй момент. При планировании возможно поиграть с ситуациями, что если, либо сценариями. Если мы в календарном планировании просто сюжеты разыграем по-разному, то мы можем посмотреть не только, как это будет выглядеть визуально, мы сможем сделать нарезки по любым нас интересующим информациям. Это нарезка по финансированию. Очень важный аспект, потому что нам необходимо предъявить акционеру, инвестору или техническому заказчику диаграмму финансирования проекта. Те пики, которые последуют при том или ином выборе сценария развития строительного процесса уже на стройке. Логистика. Потребность в материалах. В сложных ситуациях сейчас, когда мы строим либо в сложностесненных площадках города, либо в удаленных от источников строительных материалов, ресурсов, здесь необходимо качественно провести анализ логистический и для себя определиться с возможностью выполнения проекта в срок. Про сметчиков я уже сказал. Также хотел бы сказать, что планирование – это задача еще и генподрядчика. Генподрядчику также необходимо определиться с возможностью размещения тех или иных строительных материалов на стройплощадке. Это складские помещения. В городских условиях застройки. Это в основном мы строим по красным линиям, где у нас просто нет возможности складировать материал под тем или иным видом работы. Иногда работаем с машиной. Что касается сложных фасадных работ, это большие стеклопакеты, это витражное остекление. Если не спланировать правильно, то будет вопрос, где складировать данные стройматериалы. Бетонирование. При планировании работ генподрядчик также должен для себя определиться, в какой же сезон он будет строить. Зимой и летом. Для кого-то, может, это не объективно и не очевидно, что здесь можно получить. Мы говорим о том, что при строительстве у нас всегда имеются на стройплощадке дизель-генераторы. Соответственно, у нас стоимость одного киловатта в два раза дороже, чем если бы мы были подключены к городу. Можно просто навсего спланировать и перенести работы на теплый период времени, сократить период работы в зимний период времени, сократить свои издержки по прогреву бетона. Небольшие деньги, но это миллионы рублей. Таких примеров очень много. Это действительно информационное моделирование, это инструмент планирования, очень грамотный, качественный. Да, и еще. Планирование, формирование инструмента уже мониторинга. Как мы сформируем для себя плановую трехмерную модель, а уже лучше сказать 5D-модель, это модель, снабженная временем и стремостными характеристиками, так мы сможем качественно поработать на стройке. Контроль строительства. Лучше сказать вообще просто, сам процесс строительства. На строительных площадках у нас много участников. Подрядных организаций, генподрядчик, технический заказчик, авторский надзор. Вот эта плановая модель, которая будет создана и утверждена, это тот инструмент, с которым будут работать все участники этого процесса. Сложные проекты, офисные здания и служения, гостиничные комплексы, инженерные системы очень сложные. Правила строительства при наших сегодняшних реалиях, это кто первый смонтировал систему, ушел с участка, тот и прав. Демонтаж, разборку он уже не хочет производить. Если спланировали модель качественно, грамотно, то все участники просто понимают, когда на какой участок захватка работ он должен зайти. А уже вправе технического надзора или авторского надзора сопроводить этот процесс и вовремя выявить неочередность выполнения тех или иных работ. Далее мы говорим о том, что информационная модель сейчас способна осуществить контроль именно исполнения календарного графика. Она синхронизирует данные с объекта, который будет заносить тот или иной человек. Это может быть технадзор, это может быть авторский надзор, либо отдельный независимый оператор строительства. Сигнал поступает в автоматическом режиме инвестору, генподрядчику, техническому заказчику. Следующий момент. При строительстве может быть так и получится, что при серьезных комплексных застройках территории на объекте могут быть 10, 20, 30, 40 жилых корпусов стоять. Подрядчиков достаточно много по тому же самому аналиту. Если провести отслеживание исполнения их работ, то становится очевидно просто наглядно определить их эффективность. Вопрос выбора очередного подрядчика не будет стоять у генподрядной организации, потому что он будет видеть для себя зону риска, если этот подрядчик не удовлетворяет его требованиям, либо себя проявил некачественно на том или ином объекте. Что можно сказать? Строительство всегда идет сначала в черновую, дизайн проекта может не быть до окончания основных черновых работ. Из прошлого опыта могу сказать, что дизайн проект гостиничного комплекса, который в Москве строили, произошел именно в таком ключе. Дизайн проект пришел тогда, когда инженерные сети монтировались в полном объеме, но дизайнер итальянец сказал, что нужно потолки поднять. Я не смог бы сказать, сколько времени потребовало определить, с какими мы сложностями столкнемся, если бы не было информационных моделей, если бы не было синхрон планов по всем инженерным сетям. Задача была решена в корочестве сроков, в течение дня. Один моделист посидел с программой, с моделью, и мы выявили все сложные места, на которые мы зашли раньше. Если было смонтировано, начали демонтаж. Но главное то, что мы не отстали от сроков, и мы не допустили того момента, когда пришли уже подряд отделы по отделке, по дизайн-зону. Плюсов еще, может быть, больше. Пока хочется сказать, что не все верят в это. Но когда попробуют, мне кажется, отказаться уже не будет возможным. Вернусь обратно к проектированию. Проектировщики, проектное бюро, которые осваивают Revit, через два месяца сам архитектор говорит, что никогда в двухмерку не вернется. Это не агитация, это так. Меняется мировоззрение, меняется... Просто человек начинает по-другому смотреть на свою работу. Он творец. Если раньше он рисовал линии, либо полилинии, то здесь он начинает работать с виртуальными объектами, с виртуальными фигурами. Но это конструктор, может быть, да. Но нельзя сказать, что архитектор становится менее квалифицированным, он становится ребенком с конструктором в руках. Нет, он просто освобождает то время на то, чтобы лучше подумать, принять для себя какое-то решение по красоте того или иного объекта, по решению, которое он хочет привнести. И он виртуально это все видит. Кто и когда? Есть специалисты, либо руководители здесь проектных организаций. Есть руководители подрядных организаций, возможно. Все-таки кто же и где может начать BIM использовать? Да на любом этапе. Можно начать с самого начала, с концепции проработки первой информационной модели на этапе визуализации того, что мы хотим построить. И наполнять ее, и наполнять информацией. Она будет меняться, но наполняться, она не будет теряться информацией. Это так. Можно начать на этапе уже получения проектной документации, когда появляется генеральный подрядчик. Также могу сказать для себя, очень ярким примером может служить то, что генподрядная организация сама формирует 3D-модель и приходит на заявку в тендерное участие с объемами, которые она посчитала по трехмерной модели. А технический заказчик, или, допустим, инвестор, он для себя сразу определяет качество, уровень работы этого генерального подрядчика и принимает решения по использованию того или иного специалиста в реализации своего проекта. Практика также показала, что именно на этапе тендерного участия можно выиграть тендер только за счет того, что ты качественно рассчитаешь объемы. На этой стадии никогда заказчик не отдаст проектную документацию в каких-то информационных носителях, удобных для подсчета объемов. Только информационное моделирование позволяет быстро и качественно провести работу по оценке затрат. Ну и подрядчики. Подрядчики – те люди, которые на самом деле выполняют, с одной стороны, работу, но они потребители. Им тоже хочется видеть полностью прозрачно те задачи, которые будут поставлены перед ним сверху. Им хочется оценить свои затраты. И у них есть желание также сэкономить свой бюджет и выйти с плюсом с любого проекта. Наверное, так. Да, наверное, еще вернусь назад. Скажу такую фразу. У меня свое мнение к пилотным проектам и к обучению персонала. Обучаться нужно. Обучаться нужно профессионалов. Пилотный проект, сколько я разговаривал с проектными организациями либо с организациями, которые хотели внедрить какую-то новую технологию, на пилотных проектах в основном все затухает. Нужно для себя принять решение, идти в BIM или не идти в BIM. Оставаться на берегу и ждать, когда получится максимальный опыт, когда будут сформированы стандарты, когда твои основные потенциальные конкуренты, которые являлись конкурентами, выйдут в лидеры, а ты останешься позади их. Поэтому, чтобы быть лидером, нужно двигаться. И двигаться вперед самостоятельно. Ну и общаясь параллельно с теми лидерами, которые идут в этом направлении. Вот. Что хотел сказать. Спасибо. Спасибо, Артентий. У нас есть немного времени. Есть ли вопросы? Я готов придать микрофон. Вопросы? Есть вопросы? Пожалуйста. Так, давайте с вас начнем. Я просто хотела спросить, Какая-то гостиница была, которая реализована в Москве? Гостиница Минска-Тверская. А много было сложностей при консервировке? Почему именно дизайн-проект пришел, когда уже монтаж производился? Кто-то топнул ногой. Дело в том, что любой инвестор, либо в данном случае эксплуатирующая организация, это компания «Ренессанс», если не ошибаюсь. Но это ребенок, который всегда хочет что-то изменить. И до момента получения подключения своего объекта, он будет пытаться что-то принести новое. Архитектор – это человек, который до последнего спит и думает об этом проекте, чтобы он получился красивым. И постоянно просто живет этим проектом. Поэтому это нормальная ситуация, я считаю, для комплексных, для офисных зданий и сооружений. И гостиничных комплексов также. Спасибо. Спасибо. У меня такой вопрос. Вы, как человек, который делился с нами практическим опытом, вы можете сказать, ваши конструктора, ваши специалисты используют какой-то один продукт или же они используют набор продуктов для решения своих задач? Набор продуктов. Набор. То есть в пределах одной программы какой-то решить узкую задачу, я имею в виду, для проектировщика, для архитектора, пока что у вас не получилось? То есть у вас еще нет такого продукта? На самом деле задачи сломать хребты тем или иным подразделениям структурных в проектных бюро не стоит. Стоит задача формирования комплексной модели на выходе и предоставления модели с проектом плоских чертежей. Проектировщиков не нужно переубеждать или переучивать, а не работать с тех продуктов, которые привыкли работать. Скажем так, тот же самый MagicCAD программа, которая позволяет провести расчет инженерных сетей. Не ставилась задача перевести их на другой программный продукт и сделать полностью информационную модель в одной программе. Ясно. Хорошо. Еще такой вопрос. Вы говорили, ну, значит, на стадии проектирования, строительства. Это все понятно, да? Ценность биомтехнологии. Какая может быть реальная выгода для эксплуатирующей организации того или иного здания? Колоссально. Ну, вы можете вот сказать конкретно. Могу, могу, могу не общими словами, могу рассказывать. Эксплуатирующая организация – это организация, которая каждый день работает на объекте. Каждый день эксплуатирует и что-то заменяет, устраняет дефекты. Может быть, при строительстве, может быть, просто в процессе эксплуатации произошла поломка. Пример первичный могу привести. Потечет подвесной потолок. Нужно будет первично залезть, открыть подвесной потолок, посмотреть, что течет. Потом слезть с этой стремяночки, если потолки еще 4 метра или 5. Потом пойти это туда купить на агрегат или еще что-то, чтобы это не было. Потом прийти снова, поставить стремянку, залезть, заменить. Видите, эксплуатирующая организация дается информационная модель по исполнительной документации. Первый момент. По точке, где это потекло, он в информационной модели находит этот узел. Он для себя может вынести информацию, что это марка, сортамент, все что угодно, агрегаты, либо трубы. Один раз сходить на рынок, это приобрести или в магазин, или заказать по интернету, что сейчас более современно. И один раз поставить стремянку, чтобы это заменить. Ошибка минимальная. Это первый эксплуатирующий момент. Далее, жилой дом. Подходит время ремонта фасада. Ремонт мест общественного пользования. Посчитать, сколько ему нужно, и даже не так подготовиться к тому, чтобы заказать этот вид работы, либо выйти на подрядчика, или просто осметить самому, понять, сколько ему нужно денег. Первично пойти в ту комнату, где лежат бумажные чертежи, если они имеются. Сесть и как смеечку поработать с этими плоскими чертежами, с носителями. В программе это два клика. По свойству семейства можно определить любую характеристику геометрии. И стоимость на рынке материалов можно узнать тоже достаточно быстро. Это два момента. Третий момент, интересный тоже момент, может быть демонтаж здания, сооружения. Определить, сколько нужно будет фур заказать, чтобы вывести мусор с объекта при слое. Посчитать, что бетонные конструкции, просто даже для себя прикинуть. Но я думаю, все делают на глаз первично. Хорошо. Можно еще? В вашей организации, в которой уже внедрен стандарт работы, соответственно, обмен цифровой информацией. Скажите, у вас плоттеры есть? Люди печатают чертежи для себя? Ну, в смысле, для работы. Для организации работы. А у нас еще пока никто не отменил чертежи в производство работ? Нет, нет, нет. Я имею в виду не чертежи выпуска. Нет, не чертежи выпуска. А чертежи в процессе работы. То есть, вот мне человек сидит, вот ему поставили, допустим, второй монитор, а он все равно сходил, распечатал часть чертежа архитектуры и продолжает работать. Такое есть у вас на фирме? Человек еще привык по стареньке работать. Доплоттер не нужен для этого сейчас. Человек распечатывает, может быть, в меньшем масштабе, чтобы просто схематично видеть всю картинку. У меня просто был такой опыт. Старый проектировщик отказывался на отрез от проектирования в электронном виде. Даже плоские чертежи не любил в электронке смотреть. В одной простой причине. У него был кульман формата 1, он видел сразу весь двигатель, весь объект проектирования. И он говорил, что никогда монитор ему не заменит то, что он видит на кульмане. И поэтому человек по природе своей все равно хочет что-то распечатать руками. В принципе, даже сейчас человеку иногда привычнее с текстовым документом поработать на бумаге. Потому что на мониторе он может не видеть тех ошибок, которые есть. Поэтому никто не отменяет это. Но экономия на бумаге однозначно и категорично, да. Есть у вас, да. Понятно. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Может, последний вопрос? Да, сейчас уже время подходит. Пока вопрос не задали, хочу сказать, чтобы не пугались. У слова «стандарт» прозвучало. Стандарт – классное слово. Стандарт – это то слово, это как закон. Это свод правил, это свод критерий, требований. Мне бы хотелось говорить, что это правила. Правила игры. Сначала мы говорим про правила игры между участниками проекта. Но так как сейчас в таких играх или в таких проектах задействуется много организаций, то это просто уходит на уровень именно каких-то регламентов. Именно регламентов взаимоотношений. Никогда ни один стандарт не сможет нас загнать в рамки жесткости. Это стандарт, рекомендующий. Это правила, которые будут понятны и очевидны. Потребители этой информационной модели будут знать первично, что он ожидает увидеть. Потому что информационной моделью можно назвать, в принципе, 3D Max. Но с ней невозможно что-то сделать. При строительстве. Это просто картину. Спасибо. Вопрос в следующем. Вот вы рассказывали про проектирование, про использование стандартов BIM в проектировании. Это все понятно. И представление о том, как сформировать трехмерную модель с информацией внутри нее, с различными атрибутами, понятно. Вот, хотелось бы услышать, и как-то это проскользнуло у вас, ну, мимолетом, о том, что как используют в авторском надзоре непосредственно, с какими инструментами приходится, какие инструменты приходится использовать именно в авторском надзоре специалистам. И дальше, как происходит взаимодействие теми же самыми, рядными организациями с кем-то, по этой модели. К примеру, хорошо, я понимаю, что в Revit мы создали ее и сформировали. В Nevis мы как-то посмотрели, у нас есть план, но это мы работаем внутри. Какой простой функционал, возможно, вы используете, чтобы… Ну, вы понимаете, что авторский надзор – это не проектирование в Revit, это упрощенное какое-то использование, где нужно не сидеть и копаться в модели, где там что-то, а быстро и четко найти какой-то элемент. Вот как у вас это реализовано? Я не понял вопроса о процессе авторского надзора. Мы понимаем, авторы проекта приходят на стройку. Ну, и авторы проекта, но зачастую иногда авторам проекта приходится совместно с теми, кто на стройке находится, производить авторский надзор, а иногда и передавать этот им функционал, правильно? Чтобы дальше, к примеру, эксплуатирующие компании работали с этим. Нельзя попросить, к примеру, какую-то подрядную организацию, купите себе Revit и используйте его. Давайте так, если я правильно услышал, первый момент, мы говорим о том, что плановая модель может служить источником информации и инструментом для контроля исполнения работ, как авторского надзора, так и технического. В данном случае мы говорим о том, что человек, который прикрепляется к строительному процессу, является своеобразным оператором, либо контролером выполнения работ, он заносит информацию по факту исполненных работ на объекте, фиксирует то или иное исполнение. Если происходит по его видению отступление от проекта, он не может занести эту модель. У него задача, у человека, который мониторит стройку, заносить факт исполненных работ. Если он этого не видит элемента, сигнализация срабатывает. Если мы говорим о том, что авторский надзор – это также автор проекта, то все решения, которые он принимает по отступлению от проекта и заносит в журнал авторского надзора, он должен внести в модель, он должен провести это изменение, потому что, мы говорим, никто не является автором проекта, кроме него самого. Он формирует, в принципе, исполнительную модель проекта. Наполнение происходит потом, возможно, другими людьми. Но мы говорим о том, что авторский надзор – это служба и процесс дополнения модели и сопровождения на этапе строительства. Я ответил немножко не так. Пример, может быть, или что… Давайте пример, хорошо. Чтобы было, наверное, более понятно. Уберем авторский надзор, название, чтобы не путаться. К примеру, у меня сейчас вот стоит задача в организации. Мне нужно сформировать проектную документацию, в стадии РП, неважно. Передать ее заказчику. При этом задача стоит следующая, что не просто передать чертежи, как вот обычно приняли, а непосредственно информационную модель, чтобы заказчик мог с ней работать. Но при этом мы понимаем прекрасно, что те специалисты, которые есть в нашей компании, у заказчика их нет. Но при этом ему нужна оперативная работа с моделью. Оперативная работа какая? Не как проектировщик сидеть в ревете. Я вот возвращаюсь к твоему вопросу. А оперативно найти какой-либо элемент. Как вы говорите, посмотреть информацию по нему. Либо, если мы произвели замену его, внести данные свои. То есть производить уже непосредственно эксплуатационные работы с данной моделью. И вот вопрос, с каким функционалом вы предлагаете это использовать? К примеру, если вы это используете, если вы используете какие-то другие проекты. Я понял. Первый момент. Я работаю в холдинге, в котором, в принципе, внутри находится проектное бюро, которое сопровождает авторским надзором под наши проекты, и оно вносит изменения. А что касается вашего варианта, это вариант заключения... Нет, вариант заключения дополнительного договора или доп. соглашения на сопровождение стройки, внесения изменений по факту. Заказчик не будет, у него нет ни специалистов, но у него есть задача сформировать исполнительную модель. Я правильно понимаю? Предложите ему свои услуги в этом направлении. Вы сопроводите весь состоятельный процесс до конца. Маленькое дополнение, вы потом, пожалуйста, хотите сходить, и я вам расскажу про специальный программ для государства, который у вас сейчас решает. Спасибо большое, Арсензий. Еще раз. Спасибо. 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 Спасибо.